Дедушка Дедушка В ладони сердце можно уместить, Но в сердце целый мир не уместишь. Другие страны хороши, Но Дагестан дороже для души. Ребята, тема нашего восьмого тишнего урока Это дагестанская литература для Дагестана. Мы сегодня поговорим с вами О жизни и творчестве дагестанских писателей и поэтов. Нам с вами выпала честь Родиться в таком удивительном крае. Гордитесь тем, что вы родились И живете в славном и прекрасном краю Многонациональном Дагестане. Дагестан, ребята, для нас Это наша Родина. А Родина для человека Это самое святое, Самое великое, Самое близкое. Очень часто любовь к Родине Связывается любовью к Матери. Родителей и Родину Не выбирают, ребята. Они нам даны с момента Нашего рождения. Наши отцы и деды Они всегда любили, уважали Родину И очень часто твердили о том, Что Родина без нас может обойтись. А вот мы без Родины никак. Говоря о Дагестане, ребята, Давайте мы с вами сегодня познакомимся С биографиями дагестанских писателей. Пожалуйста, Мадина, С какими дагестанскими писателями Ты хочешь нас познакомить? Можно сказать, Один из известных аварских писателей Расул Гамзатович Гамзат. Родился 8 сентября 1923 года. Советский и российский поэт, Прозаик, переводчик, Участник Великой Отечественной войны, Публицист и политический деятель. Автор такого известного произведения, Как журавлей. В прошлом году Мы отмечали юбилей Фазу Алиева. Ей поисполнилось 85 лет. Фазу Гамзатовна Алиева Родилась 5 декабря 1931 года В селении Геничута Кунзавского района. Советская и российская Абарская поэтесса, Народная поэтесса Дагестана, Прозаик и Публицист Внесла существенный вклад В развитии дагестанской И российской литературы. Награждена двумя орденами Знак почета И двумя орденами Дружбы народов. Начала сочинять стихи В раннем возрасте. И уже в школьные годы Ее считали настоящей Поэтессой. Фазу писала на аварском И русском языках. Стихи 17-летней Фазу Впервые были опубликованы В газете «Большевик гор» В 1949 году. Ей принадлежит также Фраза «Призыв». В жизни бывает всякое. Люди могут не любить Друг друга, ссориться. Но я прошу вас Никогда не стреляйте Друг в друга. Ничто на свете Не может этого оправдать. Также Фазу являлась автором Более 102 поэтических И прозаических книг. Ее книга «Кому к земле ветер не внесет» Удостоена премии Островского. И 11 декабря 2017 года В сквере «Дружба Махачканя» Открыли памятник Фазу Алина. Магомед Абасович Абасов Известен также, как Абасиль Магомед Родился 25 декабря 1932 года В селении Слайдух Фунзахского района. Советский и российский Аварский поэт Народный поэт Дагестана Являлся автором Несколько сборников стихов для детей Лесные сказки Лесные мелодии И так далее. Магомед Абдулаевич Хуршилов Родился в августе 1905 года В селении Сократа. Аварский советский писатель И драматург Автор первого дагестанского романа Написанного на русском языке Андалал или Разгром на Диршаха А также Суровые дни Гамзат Садаса Родился 21 августа 1877 года Аварский советский поэт Государственный деятель Написал такие известные произведения Как Октябрь Слово старухи Ведемое слово марта Старое и новое К месте Горные вершины Метла адатов И другие Лауреат Сталинской премии Второй степени Он был награжден ее В 1951 году Махмуд Искхаха Броса Родился в 1873 году Аварский поэт Автор и знаменитый поэм Мальян Был выдающимся певцом И музыкантом Играл на пандуре В 1914 году Записался На лодховный пункт А давайте мы теперь с вами вспомним стихи Наших поэтов Пожалуйста, Арида Какое ты хочешь нам прочитать? Саид Гамбин Не пора Не пора Как же без негодования Можешь ты смотреть на дюк Сколько у них чина И звания Гордых и шагов вокруг До каких же пор безвольных Можем мы с тобой вздыхать? Айшар, а богат Самодовольно Будет педняков терзать Не пора ли нам подняться Не развеять Нет веков В душу Каждого страдальца Белой всегда Граждан и зод Не пора ли всем народом Разломать тюрьму царя Чтобы светлая свобода Засверкала, как золя Спасибо Арида Арида, пожалуйста Позорли его В горах моих родных Не писаны законы Во все века Никто их не писал Никто из них Томов не составлял Натура горцев К этому не склонна Но если в очаге У одного лишь горца Еще хранится искака дня Она из ночи в ночь И не за дня Из очага в очаг Передается И если И если в сундуке У одного лишь горца Еще хранится Корточка муки Ее на все Хватает очаги И в каждом доме Теплый хлеб печется Спасибо Пожалуйста Матин Созуальный Отчизна Отчизна Наша горькая Я птица Твоего большого свято И голосу Доверься моему Тебе служить Вот высшая награда И если от меня Хоть что-то надо По первому же знаку Я пойму Ведь все Что с детства Ты дарила мне В крутой дороге Я не растеряла А собирала С самого начала И берегла Душей На самом дне И в песен Мой голос превращала Его очистив Как металл во мне Саид Бадуев Основоположник Чеченской литературы В конце 20-х И в начале 30-х годов Саид Бадуев Написал Пять крупных повестей Это Голод Огненная гора И другие И в них В полной мере Отразились Его идейно-художественные Искания В этих произведениях Запечатлен Перелом мировоззрения Горца Жившего На рубеже Двух эпох Первый чеченский роман Появился В начале 30-х годов Это был роман Бадуева Пятимат Ставший Классическим Произведением Чеченской литературы Саид Арсанов Два поколения Арсанова Тоже считаются Первым чеченским романом Он появился Почти одновременно С Пятимат Бадуева Два поколения Это Земейная хроника Роман В известной степени Автобиографичен Руслан Юсупов Надо жить Не хмурясь И не плача На зло Не взгода И судьбе на зло Может быть Найдет тебя удача И скажешь ты себе Мне повезло Это отрывок Из стихотворения Молодого чеченского поэта Руслана Юсупова Принятого в прошлом году В члене Союза писателей России Большую помощь В становлении Руслана Юсупова Как поэта Оказали его старшие товарищи Прежде всего Это Хавас Агбеев Работавший в то время В редакции Арсену Каев Шайхи Абдул-Муслович Известный чеченский поэт Представитель Поколения шестидесятников В чеченской литературе Все, что в целом Характерно для литературы Этого периода В полной мере Можно отнести К его творчеству Ахматова Раиса Салтамурадовна Она единственная женщина Которая была удостоена звания Народная поэтесса Чечена-Ингушетии Впервые в чеченской литературе Ее героини были показаны Как личности Активно участвующие В жизни общества Канта Хамзатович Ибрагимов Начал писать Художественную литературу Только в 38 лет Первое художественное произведение Это книга Прошедшие войны Было издано в 1999 году В 2012 году Его повторно номинировали На соискание Нобелевской премии По литературе За роман Аврора Спасибо Пожалуйста Пожалуйста Свет, как в точках свечи Черна судьба Черна судьба Все повернулась пять Свет чуть блеснул И челень мира пять Пусть проклят хан Мне бьет тебя не знать Ты блеска дорогой А у нас лишил Есть у уных Есть у уных от всех У тех родня Но ни отца Ни брата у меня И плачу я один Судьбу храня Пусть проклят хан Меня ты глаз лишил Есть у уных На свете добрый друг Плачуга Сила двух прилежных рук А у меня лишь горе и ниту Пусть проклят хан Ты песни сад Дышил Все позади Ответь мне хан Ответь гоня За что все это сделал Ты со мной Всего Всего мне добрый час Дышил Ты отнял все Что даровал мне Бог Передо мной Больше нет дорог Свет Качхирский Старый ее Бог Пусть проклят хан Меня ты глаз лишил Спасибо Далеко за пределами Ребята Дагестана Известны наши Дагестанские Поэты и писатели Произведения Дагестанских писателей Издаются на 13 родных Русском И многих языках России И мира Продолжим знакомство С нашими писателями И поэтами Пожалуйста Ирчи Казак Он классик Дагестанской литературы Кумыгский поэт Зачинатель Кумыгской литературы Ирчи Казак Родился в семье Бедного крестьянина Датархана В селении Муслимау Мальчик Росодарен Обладал хорошим голосом И прекрасно Пел народные песни Мухай Батар Мужаев Он кумыгский писатель Просветитель Родился в селении Аксай В Тюркской области В семье Бедняка Обучился в медресе Родного села Возил арабским Турецким Русским И другими языками Работал ювелиром Рано обучился писать И читать С детства читал книги На тюркских языках Хорошо был знаком С восточной литературой Являлся также Корреспондентом В газет Утренняя звезда Премия Мусават Ведущими темами Творчества Были вопросы Просвещения Женского образования Первое произведение Нухая Батармурзаева Датируется 1906 годом Аккай Аджаматов Известный поэт Родзаик Драматург и переводчик В 1929 году Окончил Первый Бульнарский Педагогический Техникум Учился На высших Литературных курсах При литературном Институте Имени Максима Горького В Москве В течение многих лет Работал Консультантом Правления Союза Писателей Дагестана Руководил Секцией Кумыкских писателей Член Союза Писателей СССР С 1934 года Первые публикации Аткая появились В 1927 году На странице Кумыкской областной Газеты Йолдаш Ахмед Джачаев Кумыкский поэт Публицист и журналист Ахмед Джачаев родился 27 июня 1939 года В селении Эрбелин В христианской земле Окончил Среднюю школу Три года Служил в Риге Учился На филологическом Факультете Дагестанского Государственного Университета После окончания Учебы Работал в редакции Газеты Ленинский путь Впервые Его произведения Были опубликованы В 1970 году В сборнике Голос молодости В 1974 году Был издан Его первый Сборник стихов На кумыкском языке Встреча Магомедов Батрудин Кумыкский поэт И переводчик Автор многих Поэтических Сборников Лауреат Лауреат Государственной премии Республики Дагестан Народ и поэт Кавказа Заслуженный Работник культуры Дагестана Родился в 1943 году В селениях Плащура Карабутухкенского Района Дагестан В 1967 году Окончил с отличием Центральную международную Комсомольскую школу В Москве В 1972 году Окончил Теологический факультет Дагестанского государственного Университета Имени Ленина И высшие литературные курсы При литературном институте Имени Максима Горького В Москве Анатараджиев Родился в крестьянской семье Окончил высшую Фактическую школу Работал в редакции Газет Комсомолец Дагестана И Ленинский путь Также работал Председателем Дактиль радиокомитета Главным редактором Альманаха Дружба Чвет союза писателей СССР С 1944 года В 1934 году В Дагестанском Книжном издательстве Вышел первый поэт Магомед Атабаев Поэт, драматург, переводчик Родился в 1938 году В селении Оксай Осавюрти Окончив в 1968 году Спецкурсах Осавюрского предучилища Работал учителем Зарушколы в селении Ак-Пулатур Зачем Окончил Литературный институт Имени Максима Бойкова В Москве Работал Работал Сотрудником Республиканской газеты Ленинский путь Редактором Художественной литературы Дагестанского Книжного издательства Редактором Кумыкского выпуска Альманаха Дружба Ныне Редактор Кумыкского выпуска Журнала Литературный Дагестан Член Союза Писателей СССР 1963 года Зайна Лобин Патер Мужзай Революционный Деятель Начало 20 века Расул Гамзак Журавли Мне кажется Порою, что солдаты Скропом Сбежедшие полы Не в землю Эти полы Никогда-то А превратились В белых журавли Они До сей поры С времен Всех дальних Петя И подойдут На голоса Не потому Так часто И печально Мы заморкаем В этих небесах Летит Летит По небу Клину Стану Летит В тумане На исходе дня Зато Грушатся Нами Стали Их грош Поломанный Прельстит Продать Готовы Честь И стыд Какой Высокомерный Вид Как будто Узденями Стали Их одолеет Ночью Прыть Вилят Крестьяне Набудить За бочкой Пиво Снарядить Султанами Царями Стали Ведут Себя Не по-людски Живут В пустую По-скоцки Их Презирают Старики Они Нам Чужаками Стали Чанка Пусть Косударю Под сводом Борцовым Пусть Косударю Под сводом Борцовым Вручат Окровавленный Костки Башлык Что в Петербурге Презором Царевым Отважный Кавказ Мутовей Навозник На поле Брони Тещет Уже Рад От Потерян Давно Потому что Велик Может Войскам Послужить Талисман Солдат Вехова Поварь Служит Рассудитель Настя Любовь Любовь К родному Краю Очерку Народу Родной Земле Справедливость И честность Честь И собственное Достоинство Троголюбие Нужба Уважение К людям Ну что Ребята Вы Вспомнили Все Кодекс Чести Дагестана Я думаю Что Этот Кодекс Вы Не Забудете Хорошо Ребята Прожить Без Печали Но Хочу Я Друзья Пожелать Чтобы В радости Вы Забывали Что Недавно Пришлось Скоревать Я хочу Чтобы Песни Звучали Чтоб Вином Наполнялся Вокал Чтоб Друг Друг Мы Все Пожелали То Что Я Вам Сейчас Пожелал Если Девушка Нынешним Летом Обижала Тебя Не любя Знаю Она Пожалеет Об этом Потому Что Полюбит Тебя Я Желаю Вам Друга Такого Что В тяжелый В нерадостный Час Произнес Настоящее Слово Что Спасительным Будет Для Вас Я Хочу Чтобы Песни Звучали Чтоб Вином Наполнялся Вокал Чтоб Друг Друг Мы Все Пожелали То Что Я Вам Сейчас Пожелал Друг Познакомились С С Творчеством Англии Писателей А теперь Я Хочу Послушать Проверить Что Вы Закон Не Чтобы Нового Узнали Сегодня С Небольшой Виктория Так Готово В какой Республике Мы Живем Ну Ислам Мы Живем Республике Дагестан Хорошо Диана Пожалуйста Дагестан Действует Правильно А кто Сможет Перечислить Какие Города Но Против Маловы Города Дагестана Это Хоседур Буйнахс Кизля Кизиньор Каспийск Дагестанские Адми И Южно-Север Получилось Действие Города В Каком Городе Мы Живем Ну Милана Мы Живем Город Закон Хорошо В Сечении Сегодня Маловка С Какими Писателями И Поэтами Мы В Наконец Пожалуйста Аида С 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 Многие Другие Писатели И Скажите Пожалуйста Мне Сколько В Данистане Сколько В Данистане Проживает 33 Национальности Ребята А кто Попробует Пересчитать Хотя бы 10 Национальностей Ну Попробуйте Ана Кумыки Аварцы Чеченцы Табас Табаса 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 Ана Хорошая Мы Сегодня С Вами Поговорили По Теме писателей Попробую Данистан Сказали Что Это наша Родина Я Хочу Чтоб Вы Запомнили Следующее Мы С Вами Национальности В этом наше богатство Запомните Мы Вместе с вами. В этом наша сила. Я хочу, чтобы вы запомнили этот день и всегда жили вместе, изучая произведения для исландских писателей. Для этого вам домашнее задание. Из моей выставки на перемене каждому выбрать один учебник. На этом, ребята, я вам хочу сказать большое спасибо за ваше участие, за вашу активность. Спасибо гостям, которые пришли поддержать нас.